У нас Яуза сегодня пороситься решила наверно. О, да, схватки по-моему у неё. Кажется мы рожаем, но она меня не пустит, потому что я пыталась ей к ней зайти, она на меня чавкала. Подстилку всё растерей Бенькова. Яуза, ты сегодня что рожаешь или ты уже рожаешь? Бенька, что не девочка? А ты что там булькаешь? Хрю. Это кармал маленький. Подгребает под себя подстилку. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Маленький, надеюсь, шестой где-то бегает. Она легла очень близко к перегородке. Первый раз поросится свинка. Мы вообще думали, что она опять холостая и должна была под нож, но решили подождать. Родились девять, один калечный, у него таз от позвоночника был отделен, умер, второй мертвый родился, одного она придавила, и того шесть штук у нас тут бегает. Так-то мамка заботливая, но и принимает их, все, послед я не видела, моя возможность сожрала, не знаю, что будет, как говорится, на всех горы богов пускай. Пускай в сарай холодно, она не лежит под лампой. Вот так-то он подвигается, но я конечно боюсь, что задавит. Очень боюсь, что задавит. грибла вон. В общем, вот так у нас прошел опорос, всю ночь мы не спали. Маманька лежит, дети сосут. Ну, кто выживет, тот выживет. Что ж теперь? Для первого опороса, считаю, неплохо. Ну, места нет, конечно, я боюсь придавит. Надо вот эту нижнюю планку, два лаза сделали, понадеялись, вот это все-таки нижнюю надо будет как-то убрать, буждадером отклупать, чтобы они свободно бегали. Ну, посмотрим, что будет. Что будет, то будет. Кри-ко-явр. 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 Ну езди, туда пошел, вернись назад. Один вообще мелкий родился, чтобы маленький он под лампу лежит.